МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие готаманы и им сочувствующие. Это Готика 3, и, собственно, сейчас мы продолжим наше пребывание в Миртане. Сейчас уже идет пятый день, и, как мы видим, Безымянный тут уже с каменным абсолютно лицом сидит и думает, думая, скажем так, да? Потому что вчера он был просто потрясен тем, что увидел на берегу своих бывших товарищей, соратников, которые сейчас уже погибли. Пираты их уничтожили, убили, и поэтому, да, он уже успел помянуть Беннета, Йоргена, Тириона, уже успел выпить за них шнапс. И только вот одинокая свеча сейчас разделяет его скорбь по ним. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и, значит, надо идти вперед, потому что нам еще много, что предстоит здесь увидеть, сделать. И, опять же, надо найти, где находится этот Ксардос долбанный. Короче говоря, много еще всего нам предстоит сделать, да. И следующая наша цель, это вот, если посмотреть туда, это будет Кабдун. Опять же, башня, башенка, да, маяк этого поселения виднеется прям со всего побережья. Поэтому мы не запутаемся, да, вот куда точно идти, можно ориентироваться на него. Но прежде чем идти, прежде чем идти, я бы хотел бы эту серию также еще посвятить, немного рассказать о, все-таки поподробнее о ролевой системе Готики 3 и о книге магии. Так, ладно, все, мы тут уже вроде как полностью проснулись, солнышко, ну, погода такая, скажем так, не особо, но хотя бы уже дождя нет, уже хорошо. Итак, собственно, еще раз повторюсь, давайте мы эту серию, по большей части я хотел бы ее посвятить уже более подробному описанию боевой системы Готики 3, да, и после этого мы с вами пойдем в Кабдун. Потому что я уже давненько, как я уже говорил, хотел поговорить насчет этой действительно важной темы, и я думаю, что как бы ролевая система, она будет интересно послушать и посмотреть тем, кто в ней заинтересован. Потому что в Готике 3 она тоже довольно-таки своеобразная вышла. Так, звук-то я все-таки чуть-чуть потише сделаю. Вот так вот давайте. Итак, собственно, ролевая система Готики 3, давайте посмотрим сейчас на нее более подробно. Итак, вот, собственно говоря, все, что тут мы видим, да, вот в этом самом окне все собрано, то есть, что мы видим здесь в вкладке опыт, атрибуты, защита, боевые навыки, воровские навыки, охотничьи навыки, алхимические навыки, магические навыки, кузнечные навыки и прочие навыки. И вот именно здесь, на этом окне давайте с вами более подробно поговорим. Итак, само собой, ну, про опыт здесь все и так понятно, то есть, тут, как и в предыдущих играх серии, ничего не изменилось. За убийство бобов, за выполнение различных заданий и прочее, вам начисляется опыт. И по достижении определенного уровня, да, вам дается 10 очков обучения за достижение каждого левелапа. И потом эти очки обучения вы можете вкладывать в увеличение атрибутов, таких как ловкость, сила, древнее знание, кузнечное дело, навыки вора, алхимия, жизня, выносливость мана. Либо тратить очки обучения на приобретение различных навыков, которые вы видите уже правее, да, первого окна. Вот, теперь подробнее поговорим про атрибуты. Сила. На что влияет сила? Сила, вообще, она в первую очередь, она влияет на такой параметр, как дополнительный, скажем так, урон, который вы наносите оружием, да, холодным оружием. И плюс ко всему, опять же, сила, она еще определяет, каким оружием ближнего боя вы можете быть вооружены. И чем больше требуется сила для определенного оружия, да, тем, собственно говоря, вы должны быть более мощнее, да, чтобы орудовать им. Потому что, ну, само собой, если, например, оружие требует там силы 150, а у вас только вот 125, то вы это оружие просто-напросто не осилите, вы его не возьмете. Вот, поэтому навык силы здесь нужен для того, чтобы, во-первых, быть более мощным, да, наносить более мощный урон оружием. Ну, и потом для того, чтобы по достижении определенной отметки иметь возможность наносить более крутое, мощное оружие, более крутой мечик. Ловкость, в принципе, то же самое, что и сила, но только не в плане оружия, а в плане луков. То есть, чем мы ловче, тем, соответственно, мы можем одевать, носить, использовать более крутые по характеристикам луки. И, соответственно, урон от лука у нас также будет благодаря ловкости больше. Ну, и плюс ко всему, да, как, чем больше у нас силы и ловкости, да, тем более, скажем так, изощренные навыки, как боевые, так и охотничьи, мы сможем открывать с вами. Но о навыках чуть попозже. После ловкости у нас идет древнее знание. И древнее знание, оно очень важно, в первую очередь, для тех, кто захотел пойти на путь мага. Эти знания, они не только позволяют выучить мощные заклинания, но и увеличивают качество самих заклинаний. То есть, объясню сейчас, как они увеличивают качество. Вот, например, есть у вас, выучили вы магию огненного шара. Вот, чем больше у вас будет значение древнего знания, тем больший урон огненный шар будет наносить противнику. Плюс еще ко всему, некоторые заклинания, да, некоторая магия, которая требует, ну, временного действия, да, по времени, то тоже. Чем более большим значением древнего знания вы будете использовать эту магию, тем больше по времени она будет действовать. То есть, например, магия, там, при превращении, там, в какого-нибудь монстра. Соответственно, чем меньше у вас будет древнего знания, тем меньше по времени вы в шкуре этого монстра будете бегать. Ну и наоборот. То есть, для магов это, это значение древнего знания архиважно. Затем, кузнечное дело. Ну, с кузнечным делом все понятно. То есть, кузнечное дело, оно нужно, в первую очередь, для того, чтобы вы смогли выучить более прокаченные навыки ковки оружия, да. То есть, чтобы с ростом кузнечного дела вы смогли ковать рудное оружие, оружие из чистой руды, усиление доспехов делали. Затем, навыки вора. Навыки вора, соответственно, нужны для того, чтобы прокачать воровские навыки. Ну, то есть, здесь, в отличие от первых трех атрибутов, вот такие навыки, как уже вот кузнечное дело, навыки вора, алхимия, они, скажем так, если вы их увеличиваете, то постоянного как бы прироста вы не увидите. Просто вот эти вот три навыки, кузнеца, вора и алхимика, они просто-напросто нужны для того, чтобы поднакопить определенное число атрибутов и затем разлочить воровские навыки. То есть, разницы, например, между вот 30 навыком, да, и 60 навыком, в принципе, вы не увидите в игре. То есть, вам нужно лишь только просто накопить определенное количество очков, чтобы разлочить, вот, например, там, взлом сложных замков или, там, невозможных замков. Вот, что, конечно, не очень хорошо в плане, не знаю, универсальности, да, вот этих вот навыков, потому что в той же Готике 2, чем круче у вас был прокачен воровский навык, например, да, тем меньше вы осечек делали при взломе сундука. Там, вообще-то, как было, там не то, чтобы воровской навык в Готике 2 был, там от ловкости зависело то, что сумеете ли вы успешно вскрыть сундук с одной попытки или нет. Но в Готике 3 данную систему взлома сундуков также переделали, сделали ее более простой, то есть теперь вскроете ли вы сундук или нет, просто зависит от того, взят ли у вас навык взлома определенных замков или нет. Вот и все. Вот, поэтому, само собой, еще раз повторюсь, кузнечное дело просто надо для того, чтобы разомлочить навыки кузнеца, да, навыки вора, чтобы разомлочить навыки вора, само собой. Ну, тут все понятно. Алхимию поднимать, чтобы потом открыть умение вот именно создания различных алхимических зелья, а также различных стрел и болтов. Жизненная энергия. Ну, здесь и так все понятно, то есть чем больше очков мы вкладываем в жизненную энергию, да, тем, соответственно, мы будем более стойки к урону вражескому и, значит, дольше проживем. Вносливость, соответственно, то же самое. Чем больше у нас вносливости, тем, соответственно, мы дольше сможем, во-первых, бегать, во-вторых, меньше будем уставать и тем самым наносить оружием максимальный урон. Потому что чем меньше у нас уже будет выносливость, тем меньший бонус к урону мы будем наносить оружием своим, да, ближнего боя. Поэтому, само собой, чем больше у нас вносливости, да, тем меньше она будет тратиться и тем эффективнее мы будем в ближнем бою и сможем дольше бегать. Тоже для тех, кто решил качать своего перса именно в воина, это крайне важный навык. И осталось у нас из атрибутов манна, и манна, по сути своей, это эквивалент вносливости, только, скажем так, для магов. С той лишь разницей, что, конечно, манна, в отличие от вносливости, она сама не регенерируется. Вот, ну, таким образом, то есть она, скажем так, интеллектуальная стойкость. При чтении заклинаний тратится манна. Очень важная характеристика для магов, и восстанавливается она после сна, еды или принятия зелий. А если вы поднакопите 250 параметра древних знаний, то потом можно взять навык магический восстановление маны. И она сама будет восстанавливаться. Так, про атрибуты мы с вами поговорили. Насчет защиты. Ну, насчет защиты здесь, само собой, все должно быть понятно. То есть у каждой броньки есть свои атрибуты защиты от клинка, от ударов, от стрел, огня и холода. То есть, ну, от клинка, само собой, понятно, это защита от холодного оружия, защита от ударов. Здесь имеется в виду уже сопротивление монстрам, да. То есть удары, там, всяких волчков, там, кабанов, троллей и все в этом духе. Защита от стрел, ну, само собой, защита от луков, арбалетов. И также есть еще защита от огня, холода и энергетической защиты. Но это уже, соответственно, защита от, скажем так, магических тварей. Какая у нас, насколько она у нас будет хороша. И, соответственно, крафте или покупая новые различные доспехи, да, вы должны следить за этими навыками и посмотреть просто, какой доспех дает лучший параметр защиты от того или иного воздействия. Далее мы сейчас с вами переходим уже к боевым навыкам, посмотрим эту ветку. Итак, собственно говоря, первые, первые вот эти вот навыки в почти каждой ветке, они у нас изначально уже будут изучены. По крайней мере, вот в боевых навыках у нас изначально мы имеем навык бойца на мечах. Также мы вот сейчас уже выучились пользоваться щитом, мы уже сразу могли пользоваться луком, мы также сразу можем сламывать простые замки, сразу можем подкрадываться и сразу можем делать варку солебных зелий. То есть вот с этими вот раз, два, три, четыре, пять. По-моему, еще кузнец. Вот эти первые шесть навыков, они, наш герой умеет с ними обращаться изначально. Вот, все остальные навыки, они приобретаются уже за очки обучения, и чтобы их еще разлучить, помимо очков обучения, нам надо поднять свои атрибуты. Ну, само собой, каждый навык, он требует определенных, определенного значения атрибутов, то есть сильный мечник уже требует 150 силы, и, соответственно, нам надо поднять навык силы, да, до 150. Затем идет у нас мастер-мечник, само собой уже атрибут силы уже 200 требуется, потом боец на двух клинках там по 150 силы и ловкости, мастер двух клинков и силы и ловкости надо по 200. Ну, и, наконец-таки, убийца орков причиняет дополнительный ущерб оркам в ближнем бою, силы также надо 150. Но вот этот вот навык, он очень редкий, поэтому надо искать определенного учителя по всей миртане ходить, а их там может быть один или два на всю игру. Если, например, данный учитель умрет тем или иным способом, то фигушки в этот навык выучите. Вот, то есть, то же самое и с топорами, но, правда, с той лишь разницей, что тяжелое оружие мы с самого начала также не можем его выучить, и, само собой, тяжелое оружие, оно же приносит больше урона, чем одноручное, и, соответственно, силы для даже первого уровня тяжелого оружия требуется больше. То есть, если бояться на мечах, да, и сильный мечник, уже второй левел требует 150, то тяжелое оружие, первый уровень, требует сразу 150, потом второй уровень тяжелого оружия силы нужно 200, и третий уровень тяжелого оружия вообще 250. То есть, качаться, конечно, по тяжелому оружию дольше, но зато, чем быстрее вы прокачаете тяжелое оружие, тем вы будете более эффективны. А также здесь, в боевых навыках, еще есть умение использовать арбалет. Ну, само собой, тоже тяжелый арбалет надо 100 силы, арбалетчик 150 и мастер-арбалетчик 200 силы. На это все требуется. Также в боевых навыках, еще есть мощная защита щитом. Разница между простой защитой и щитом, это то, что герой теряет меньше выносливости, когда сражается с щитом. И, соответственно, еще здесь два навыка, это паладин и восстановление. То есть, паладин это герой причиняет дополнительный ущерб служителям Бейляра, и восстановление здесь тела героя лечит раны даже не во время отдыха. То есть, это фактически наравне с Gears of War, третья готика была первой игрой, которая ввела моду на автоматическую регенерацию здоровья. Правда, здесь она идет после изучения определенного навыка. Но вот эти вот два навыка, паладин и восстановление, они вам будут доступны только после того, если вы выберете путь Индоса. То есть, вас этому будут учить. А теперь подробнее поговорим, то есть, о том, на что влияют эти боевые навыки, то есть, как одноручное оружие, так и двуручное оружие, так и арбалеты. То есть, зачем их вообще нам надо изучать. Значит, вообще все эти боевые навыки, они служат только лишь с одной единственной целью. Чем более мощные вот эти вот боевые навыки вы будете брать, тем у вас будет больше скорость атаки данным оружием. То есть, например, изучив сильного мечника, да, вы сможете скорость атаки увеличить по сравнению с бойцом на мечах. Взяв мастер мечника, вы еще быстрее сможете махать мечом и, соответственно, быть более быстрым и наносить больше дамага, да, за единицу урона. То же самое и с мастером на двух клинках, да, и с тяжелым оружием и арбалетом. То есть, прокачав, например, тяжелое оружие второго уровня, вы сможете махать еще быстрее, чем, соответственно, тяжелым оружием первого уровня. Ну, а выучив тяжелое оружие третьего уровня, у вас скорость атаки еще больше возвысится, да, по сравнению со вторым левелом. То же самое для арбалетов. Ну, правда, для арбалетов там уже идет не скорость атаки, а скорость перезарядки арбалет. Арбалетчик от арбалета тяжелого будет отличаться более быстрой скоростью перезарядки. Ну и, наконец-таки, мастер арбалетчик будет перезаряжать арбалет быстрее всех. И, кстати говоря, здесь, вот насчет вот скорости атаки и перезарядки, здесь есть в ветке двуручного оружия и арбалета определенный нюанс. Дело в том, что на первых уровнях пользование тяжелого оружия и арбалета, оно ставится под глубокое сомнение. Потому что даже если вы изучите навык вот тяжелого оружия первого уровня и первый уровень тяжелого арбалетчика, то вы все равно будете ущербны. Потому что любая тварь будет кусать вас, да, или нападать быстрее, чем вы сможете нанести урон тому или иному NPC. И поэтому я крайне вам рекомендую на первых порах изучать именно навыки обращения с одноручным оружием и прокачивать умение лучника. И только потом, когда у вас уже будут, там, не знаю, первые, там, 10-20 уровней, только после этого, только после этого, когда вы уже хорошенько вкачаетесь в вот эти вот навыки, то есть сильного мечника, там, мастер мечника, лучника и мастера лучника, только после этого, когда у вас будет достаточной силы и ловкости, только тогда переходите к прокачке тяжелого оружия и арбалетов. Потому что, в особенности арбалетов, потому что умение арбалета первого и второго уровня, оно, знаете, особого, особой разницы между ними я не увидел. То есть, что с тяжелым арбалетом, что с арбалетчиком, вы будете очень-очень-очень медленно перезаряжать арбалет, и пока он у вас перезарядится, вас уже сто раз успеют убить. Но ситуация в корне изменится после взятия навыка мастер арбалетчик. Вот уже с мастером арбалетчиком перезарядка арбалета пойдет намного более быстрее, и только со взятием навыка мастер арбалетчик арбалет действительно будет полезным оружием, а не оружием для самоубийц. Потому что с патчами хотя бы это пофиксили, но все равно вот даже с этими двумя первыми навыками арбалет у вас будет перезаряжаться просто адски долго и будет в ваших руках абсолютно неэффективен. Поэтому как бы здесь пока развиваете силу, да, до двухста, и потом копите на изучение мастера арбалетчика, и тогда уже о луке можно забыть. Вот, потому что все-таки арбалеты, они наносят больше урона в среднем, чем луки. Но тут с другой стороны опять же, арбалет наносит больше урона, конечно же, чем лук, но лук он более скорострелен, а если еще выучить мастера лучника, то у вас, не знаю, лучник будет, пулеметчик, да, который за пулеметом Максима сидит, то есть, да, он, лучник будет наносить меньше урона за один раз, да, за одну выпущенную стрелу, но это он компенсировать будет скоростью стрельбы, потому что все-таки пока арбалетчик перезарядится, лучник успеет пустить две, а то и три, может быть, стрелы. Поэтому еще раз повторюсь, перед тем, как качать тяжелые топоры, да, и арбалеты, качайте одну ручку и луки. С тяжелым оружием, в принципе, все будет точно так же. То есть, с тяжелым оружием первого и второго уровня вы как-то особой прибавки в скорости атаки этими двуручниками особо не заметите, но, опять же, начиная с тяжелого оружия третьего уровня, вы сразу увидите, что вы просто будете мастером махания топором и реально всех будете разрубать налево и направо, и уже даже с самыми быстрыми по атакам противниками вы сможете вполне неплохо расправляться. Так, про щиты я уже сказал, разница тут заключается в том, что просто герой будет меньше вносливости терять, когда будет блокировать удары щитом. Про луки то же самое, что и с боевыми навыками, то есть, чем круче у вас навык, тем быстрее будет скорость перезарядки лука. Охотник за дичью. При стрельбе из лука герой учиняет двойной ущерб животным, таким как олени и дикие вепри. Вот это прям, ребят, must-have навык, потому что можно будет потом в сочетании с прокачанным лучником и охотником за дичью просто ваншотить олени, вепри и остальных животных. Само собой, потом охотник за крупной дичью по стрельбе из лука позволяет герою причинять двойной ущерб уже хищникам. То есть, помимо вепри и оленей, там двойной урон уже будет идти вообще всей живности в округе. Поэтому, конечно, вот эти вот навыки надо прям вообще must-have брать. Потому что очень они пригодятся нам потом, когда мы будем ходить там по всяким чащим, лесочкам и, например, там наткнемся на каких-нибудь там бракорисов, троллей и прочих гадов, да. И таким образом вот эти два навыка, они нам помогут в уничтожении агрессивной фауны. Охотник на орков здесь, в принципе, то же самое, что и убийца орков в боевых навыках, да. Только здесь, уже стреляя из лука, герой причиняет дополнительный ущерб оркам. Затем, Тихий Охотник. Герой обучен подкрадываться к диким животным. Ну, то есть, можно с взятием этого навыка попробовать подкраться вплотную к животному, да. Когда, например, он спит. И если вы будете прокачивать лучника, то обязательно берите три последних навыка. Это снятие шкур, снятие кожи рептилий и добыча зубов, когтей и рогов. Они крайне нужны для того, чтобы склотить свой первоначальный капитал. Когда вы, в особенности в начале, да, будете думать, откуда взять деньги. Потому что, ну, само собой, там, за выполнение квестов, за кражу тоже вам будут даваться деньги. Но самым прибыльным, скажем так, вложением ваших очков обучения станет вот именно вложение в снятие шкур животных, рептилий и снятие зубов. Потому что на рынке и при торговле с другими охотниками, да, и в городах, ну, соответственно, с шкурой, зубой и кожей, чем более, с более крутых мобов, да, она будет более ценима, скажем так, на рынке. И поэтому, например, можно потом после обучения и изучения этих навыков, можно будет потом вообще в легкую охотиться там на оленей, продавать их шкурой, не только на оленей, но и на остальных тварей. Ну, например, вот шкура тролля или мракуриса, она, например, очень хорошо пойдет на рынке. Магические навыки, они здесь уже нужны чисто для магов, это чисто магическая ветка развития. И посмотрим, что для магов припасли разработчики. Первое умение это бой на посохах, герой может использовать обычный посох в бою, потом у нас бой на посохах второй уровень, то есть герой уже лучше сражается с посохом, и бой на посохах, мастер, наш герой боя с посохом. То есть, зачем вообще нужны посохи? А посохи это, скажем так, эквивалент одноручных мечей, да, для бойцов. Вот, но просто, опять же, маги в основном будут использовать не оружие ближнего боя, а вот именно древние знания и магию, и маги, ну, обычно они, опять же, приверженцы дистанционного боя. То есть, вблизи маги редко когда сражаются, но, например, часто возникают такие ситуации, когда вам, например, там дорогу преграждают гоблины. Но не будете ли вы правильно на гоблинов, там, тратить свою драгоценную манну, да, и расходовать какое-нибудь дорогое заклинание? И вот для этих случаев, когда, например, вам преграждают дорогу, ну, мобы, на которые вы не хотите тратить заклинание и манну, да, то на помощь приходят вот посохи. То есть, чтобы там всякую шлупонь, всякую шушеру с помощью посохов маг мог от себя отгонять. Ну, и, соответственно, также с каждым уровнем увеличивается скорость атаки посохами. Вот, но самое крутое из посохов это умение использования магических посохов. То есть, здесь герой посохом создает магический щит, и пока он сам творит заклинание, мана тратится сначала для нанесения урона. Тоже все очень круто, но, опять же, чтобы эффективно использовать этот навык, вам нужно сначала сам магический посох найти. И, соответственно, магическим посохом вы его не сможете юзать, пока не выучите вот этот вот самый навык. Далее, усиление мантии. Защитная сила всех мантий удвоена. Вот для магов это прям тоже must-have, потому что после взятия этого навыка все статы магической бронки, они увеличиваются вдвое. Ну, само собой, магические мантии, да, они по сравнению с боевой броней воинов не такие крепкие, поэтому усиление мантий это прям очень хорошее подспорье для магов. Затем, навык быстрого обучения. На самом деле, вот именно быстрое обучение, что оно дает, при каждом повышении уровня герой получает дополнительные очки обучения. Очень нужный навык не только магам, но и тем, кто хочет играть за воина, потому что, когда вы возьмете быстрое обучение, у вас после каждого левелапа, у вас будет изначально не 10 очков обучения даваться, а 11. То есть еще одно очко обучения фактически вам это даст. Брать всем, и поначалу вы можете спросить, ну там, разница в одном очке обучения разве большая будет? Ну, первоначально да, вам так может показаться, но это, скажем так, впечатление обманчиво, потому что потом, если вы будете копить, именно копить очки обучения, то вы заметите то, что с этим навыком у вас пойдет вот именно накопление очков, да, и потом их растрата более эффективна. Ну, вы сами это заметите, поэтому быстрое обучение прям вообще брать всем. Ну, а дальше у нас идут такие навыки, как друид, маг огня, маг воды, темный маг и восстановление маны. Соответственно, данные навыки, они увеличивают, скажем так, умения, персональные умения, да, на которые заточен друид, маг огня, маг воды, там, темный маг и так далее. То есть у друида, например, как друиды, они, у них магия заточена под превращение монстров. И, соответственно, взяв навык друида, у вас длительность всех превращений, она удваивается. У магов огня, соответственно, магия воздействия будет эффективнее. У заклинаний удваивается урон и действует она в полтора раза дольше. То есть если вы будете использовать ветку магии... Иноса, да, светлой магии, то вот магические заклинания этой ветки будут мощнее. Если вы будете магом воды, то, соответственно, ветка превращения будет эффективнее, тоже у вас будет удваиваться урон и будут заклинания действовать в полтора раза дольше, да, если вы будете использовать ветку магии Адоноса. У темного мага тоже самое. И самое-самое крутое это восстановление манны. Герой восстанавливает манну, даже не отдыхая. Самый, я думаю, ценный навык в магической ветке. С кузнечным навыком все просто. Кузнец дает нам возможность делать, крафтить мечи. Ковка рудного оружия, само собой, позволяет делать оружие из магической руды. И самое крутое это ковка из чистой руды. И, само собой, нам для этого нужны будут очень редкие чертежи. И, соответственно, мы сможем ковать самые крутые мечи в игре. Ну, соответственно, ковка из чистой руды и рудного оружия мы сможем выучить только в нормаре на севере. Добыча руды, само собой, дает нам возможность копать и добывать ценные ископаемые, полезные. Заточка клинков, она нам дает возможность именно затачивать, само собой, оружие, как одноручное, так и двуручное, но не магическое. И, таким образом, при заточке у нас клинки будут наносить еще на 10 параметров дамага больше. И, соответственно, усиление доспехов. Герой будет получать бонус защиты на все доспехи. То есть, там, по-моему, значение защиты при взятии этого навыка увеличится в два раза. То есть, например, у нас при взятии данного навыка у нас защита от клинка будет не 39, а больше. Там от ударов, от стрелы и так далее. Ну, воровские навыки, здесь все понятно. С каждым новым уровнем мы сможем вскрывать более крутые замки. То есть, сложные, потом невозможные. То же самое с кражей. Мы можем пробовать воровать деньги у NPC. То есть, там, простые кражи, сложные, невозможные, виртуозные. Ну, и, соответственно, с еще большим наваром. Подкрадывание у нас уже есть. Герой может передвигаться без шума. Умение торговаться. Тут, кстати, герой получает лучшие цены при торговле. Ну, опять же, навык, в принципе, этот сомнительный, да? Потому что нам надо, блин, требуется воровских умений 70. И, блин, надо дохрена вбухать очков обучения в навыки вора. Что, ну, скажем так, 60 очков обучения, они, знаете, можно их намного более рациональным способом потратить. Мастерство отговорки. Вот если героя подозревают в совершении преступления, он может попробовать выкрутиться в беседе. Вот это, кстати, если вы собираетесь заходить в каждый город и обчищать его полностью до последней нитки, то обязательно качайте. Потому что герой может первоначально как сделать? Если его в первый раз поймают на краже, то он, типа, может отговориться. А если уже его поймают второй раз на краже, то спасти его может только мастерство отговорки. Потому что потом на него сразу нападут. Потому что он не сможет отговориться после вот второго раза. Потом у нас оглушение противника одним ударом. Герой может подкратиться к ничего не подозревающей жертве сзади и сбить ее с ног дубинкой. Вот если честно, ничего я лично не могу сказать про этот навык. Потому что я его что-то ни разу не качал. Но вроде как может получиться критический удар с ваншотом. Как я понял. Вот надо будет в этом прохождении попробовать его, это умение выучить. Может быть мы можем, не знаю, с сайлент ассасинами вырезать целое поселение. Не знаю. Ночью, когда все спят. Интересно будет попробовать. Так, и убийство. Герой может подкратиться к противнику со спины и убить его прицельным ударом. Во, кстати, ваншот. Но опять же, чтобы это все сработало, надо навык воровских умений поднять до 90. И опять же, 80 очков обучения можно потратить более эффективным способом. Но опять же, если вы хотите отыгрывать роль ассасина такого, да, скрытного, то, наверное, да, воровские навыки для вас будут приоритетнее. Ну и, наконец, вершина умений вора. Это мастерский вор. То есть, герой может подкрадываться к своей спящей жертве и украсть ему все, что угодно. То есть, не только деньги, да, но и, например, оружие, которое у него с собой есть. Алхимические навыки, само собой, нужны для изготовления зелий. Первоначально мы можем варить целебные зелия. Затем мы можем изучить варку зелий маны. Долгоиграющие зелия. Долгоиграющие зелии это такие зелия, которые увеличивают постоянно, да, на перманент атрибуты силы, ловкости и так далее. Они, по-моему, максимум на плюс два это могут делать. Но, опять же, мастхэв обязательно берем этот навык. Потому что, как говорится, смогут эти долгоиграющие зелия нам сэкономить кучу очков обучения. Дальше. Изготовление яда. Все, что нужно, это алхимический ствол, формула, ну, понятно. Короче говоря, изготовление яда, сможем мы делать яд и потом вроде как наносить этот яд на оружие. Короче говоря, отравлять. Потом также еще варка зелий превращения нам будет доступна. То есть, с помощью него можно будет, там, превращаться в различных монстров. Но это опять уже надо, наверное, смотреть у друидов. Потому что именно друиды такой магией владеют. Соответственно... А, вот, отравленные клинки. Да, кстати, вам нужно будет лезвие, бутыль с ядом и знание, как их использовать. То есть, да, как я говорил, то есть, надо сначала изготовить яда. Потом, собственно, на клинки и на стрелы вот этот вот яд использовать. И тогда у вас будут отравленные клинки и отравленные стрелы. Ну и, соответственно, огненные стрелы потом можно качать. Взрывные стрелы и заточки для стрел. Заточка для стрел, она, по идее, стрела с заточкой будет наносить больший урон. Взрывные стрелы, они, само собой, будут наносить дополнительный урон взрывом. А огненные стрелы дополнительный урон огнем. Но для лучников тоже последнюю часть ветки качать просто must have. И остались у нас прочие навыки. Это акробатика, вносливость волка, сопротивление холоду, жаре, слабости и яду. Здесь, я думаю, в принципе, все надо качать. Все пригодится, потому что, например, акробатика позволяет вам, например, как-нибудь сокращать время своего пути по миру. Потому что иногда, как бы, можно не обходить, там, кругами места, к которому вы хотите прийти. А просто, там, например, спрыгнув с высоты и не умерев. То есть, акробатика, она уменьшает урон с падения. То есть, падение для него не смертельно будет. Но здесь есть один такой нюанс. Начиная с комьюнити патча, по-моему, 1.73, что ли, можно этот навык, на этот навык вообще не тратить очки обучения, а найти в мире мертанные определенные точки, в основном около водопадов, где можно, короче, спрыгнуть в воду и надо находиться в течение, по-моему, то ли трех, то ли пяти секунд в воздухе, перед тем, как вы упадете в воду или на землю. И тогда этот навык автоматом вам зачтется. Ну, я такие места тоже буду искать в течение этого прохождения, поэтому посмотрим. Выносливость волка. Собственно, герой сможет бежать в два раза дольше, и это тоже обязательно берем, особенно если вы будете качать воина. Потому что сразу у вас во много раз увеличивается выносливость. То есть там будет увеличение модификатора сразу на несколько значений множителя. Поэтому, скажем так, вам будет выносливость качаться легче. Ну и затем сопротивление холоду, жарея. Само собой, это вам даст дополнительный бонус к защите от холода и защите от огня. Сопротивление слабости даст вам полный иммунитет к слабости. То есть слабость, она у нас уменьшает выносливость. И в основном носители слабости являются всякие рептилии, типа вараны и все в этом духе. Вот и с взятием сопротивления слабости, да, то, соответственно, данный дебаф вам будет вообще не страшно, вы к нему будете иммунны. Ну и то же самое к яду. То есть, например, ужалит вас ядовитая муха или укольнет вас ассасин отравленным мечом, вам вообще будет все ни почем, вам будет все равно. Ну вот такая вот рулевая система в третьей готике сделана. То есть все очень интересно, реализовано и максимум навыков вы сможете прокачать. По-моему, насколько я знаю, в третьей готике вышки по уровню нету, поэтому можете качать вообще до тех пор, пока не уничтожите всю живность на карте. Ну это, в принципе, все, что я вам хотел рассказать на данной серии. Вот теперь уже, как бы, вы имеете хоть какое-то представление о ролевой системе третьей готики, и значит, что вы сможете более эффективно тратить очки обучения на различные навыки или атрибуты или обилки. Ну а на данной серии пока что все, пока что мы с вами пойдем уже ближе к Кабдуну, посмотрим, что там есть интересного. Я думаю, ближе к вечеру мы уже с вами, да, к Кабдуну дойдем и уже продолжим проходить третью готику в обычном формате. Ну а пока что все, всем спасибо за просмотр, друзья, и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.